Занятие второе на основе стихов Огни и Барто. Зайчик. Зайку бросила хозяйка, Под дождём остался зайка, Со скамейки слезть не мог, Весь до ниточки промок. Кого мы видим на картинке? Мы видим девочку. А что же девочка сделала? Набросила своего зайчика. Зайчик не смог слезть со скамейки, И весь до ниточки промок. Мы смотрим на зайчика, Он грустный и он мокрый. Почему зайчик грустный? Потому что его бросила хозяйка. А почему он мокрый? Потому что его намочил дождик. Мы видим, идёт дождь капельки. Мы смотрим на зайчика, Он сидит на скамейке. Скамейка коричневого цвета. Какого цвета зайчик? Он серенький. Его голубые глазки. А если посмотреть на его лапки, Щёчки, носик и ушки, Они розовые. А ротик красный. А что же девочка-хозяйка? Вот она, девочка одета в шапочку, В розовый костюмчик с длинным рукавом, Штанишки длинные и красные туфельки. А ещё у неё есть зонтик. Зонтик укрывает её от дождя. Зонтик разноцветный. Здесь мы видим фиолетовый, коричневый, Красный, зелёный, Жёлтый, синий цвета. А что ещё мы видим на картинке? Справа у девочки мы видим лужу. Она образовалась от дождя. Дождик капал-капал, капал-капал, И появилась лужа. Она синего цвета. А перед лужей мы видим песочницу. Вот она. Песочница, песок коричневого цвета. Мы здесь видим пасочки, А ещё видим ведёрко зелёного цвета, Красную лопатку, Голубое ведёрко. Вокруг песочницы Жёлтый и коричневый песочек. А ещё мы видим травку. Она зелёного и бледно-зелёного цвета. Ещё на картинке мы видим За лужей справа Дерево, ствол у которого коричневый, А листья есть зелёные, Есть коричневые, Красные и жёлтые. Листья опадают. Вот они опадают и лежат возле дерева. Если листья опадают и разноцветные, То значит наступило время года, Осень. Дождливое время года. За спиной у девочки Мы видим кустики, Листочки на которых Есть бледно-зелёный, Есть тёмно-зелёный, Есть красный, коричневый, Которые тоже будут опадать. Занятие окончено. До новых встреч! Субтитры делал DimaTorzok